Девочка-пай А я надеюсь тебе уже начало понравилось и ты уже успел нажать на лайк. Привет друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере с мотором рейдж, все как всегда. И сегодня, как ты понял по названию ролика, мы будем покупать мне новую феррари, вернее ее уже купили. Плюс у нас уже за нее посадили в тюрьму и еще очень-очень-очень много интересного. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита и мы начинаем. А перед началом данного ролика, я хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, пацаны, буквально неделю назад я прикупил вот такой вот аппарат. Как это было? Я искал эту феррари очень давно и очень давно ее хотел купить. Буквально еще месяца два назад. Но я купил Урус. В итоге, даже раньше ее хотел купить, но не было денег. То я покупал номера по оверпрайсу, то я купил Урус. И наконец-то я собрал деньги и такой думаю, хм, либо купить опять номеров, либо купить несколько тачек, либо купить все-таки феррари. Но я купил импалу и у меня денег опять не было. Потом я немножечко подкопил и начал влудить во все сообщения на сервере. И в дискорд, и на сервере. И спрашивал у знакомых, типа, куплю феррари суперфаст вот эту за 32 миллиона в любое время в суток. Раньше вот эти тачки стоили 30-32, их свободно можно было купить. Мне даже предлагали за 31, там было два владельца, всего лишь фтш, наверное, была. Даже мог еще, мне кажется, пацан подвинуться по цене, я мог ее забрать. Но я что-то тогда посчитал, что они слишком много за нее хотят. Вот, и сейчас они продаются по 34, по 35. И, как вы понимаете, за 32, даже за 33 это Unreal найти. Но я нашел за 32 у своего знакомого, Алекс Моско, если ты посмотришь тролли, тебе большой привет. Вот, он написал, типа, если хочешь, найди мне дом, дай мне дом, ну, чтобы у него минус места были, вот. Я тебе ее продам за 32 миллиона, чтобы вы понимали, она фулл фт, и на ней один владелец, то есть я второй владелец. Я такой согласился, типа, давай, окей. И мы поехали. Ну, в принципе, что могло произойти хуже. В итоге я купил феррари, ну, как бы без комиссии, 500 тысяч сэкономила, да. И пошел, вроде как, гулять, да. Прихожу, захожу на сервер, и мне чуть не высвечивается иконка, типа, выберите место, где заспавнится. У меня просто спавнит. Я вижу, я заспавнился в тюрьме. В тюрьме, Карл. Я такой, чего? Смотрю на счетчик, а там 10 тысяч минут. Это две недели. Я такой, за что? И сбоку написано, типа, свяжитесь с нами, и мы, типа, обговорим, что с вами сделать. Я зашел сначала в клановый чат, типа, спросил, что за херня, и они говорят, ну, тебя, наверное, кинули на проверку. Я говорю, проверку за что, типа? Ну, проверку за то, что ты мог продать или купить верты. Я такой, ааа. В итоге я связался с админами в тот же вечер. Они начали меня все проверять. Я говорю, это ничего я не продавал, не покупал, мне это зачем вообще нужно, если я просто хочу поиграть на сервере. Я просто обошел комиссию, они такие, ну, если ты просто обошел комиссию, на отсиди чисто 4 часа. В итоге, отсидели мы очень весело, ко мне приехал кран, и, в принципе, вы можете посмотреть, как это было. Сядь, покатайся. Охуенно проводим время в тюрьме. Че, можно свой спот придумать? Ага, да-да-да. О-о-о-о-о, админ, ты пахнулся. А че мне сделать, если у меня это, это ж не моя тачка. Алло-алло, шо там? О-о-о-о. Вот такой музон. Главное семья, брат. Ахахаха. Отсидел я 4 часа, покатался, потом мне еще один игрок показал баг на ход, ну, что раньше он был доступен. Еще прикольнулся буквально из двух человек. Я замутил в одного, получил за пятерых. Твою мать. Она просто, она просто, вот, она, вот, знаешь, она стоит, а потом она едет максималку. За секунду вообще. Да, это Феррари, дед. Да базарной, дед. Все, все, я больше не использую эту херню. В принципе, и все, и в итоге на этой ферре я уже накатал 5200 пробега. Не знаю, сколько у меня было, можете, в принципе, зайти посмотреть на 1002 там максимум. А, я плюс еще на курьерке на ней работал, вот. А почему я не хотел выпускать этот видос раньше? Потому что, как бы, я искал номер. Ну, как искал, я знал, что в декабре, в конце декабря, один игрок продавал номер A812AA77. Я такой, ну, все, куплю, поставлю этот номер, будет заебись. Хотя я ему написал, он сказал, что он номер уже продал. Ну, конечно, два месяца уже прошло, и он не знает, где тот игрок. Я пытался этот номер найти, но тоже его не нашел. Именно поэтому мы вместе с вами сегодня перевесим номер с одной феррари. Ой, вернее, с одной тачки на феррари, и затюнем, в принципе, феррари. Вроде я все рассказал. Так, ой, это забаглась у нас, круиз, так, нахер. Самое странное, реально, покупка тачки, и в Димрагане посидел, и, ну, короче, все. А, в принципе, что, феррари у нас, по идее, по внешке фулл сток, она только на перламутре, таком еще вот красивом. Короче, заехали мы вам в чиповочку. Сейчас я вам покажу чиповочку, какая у меня здесь есть. Вот трансмиссия, тормозная система, колесные тяги, вот, и подвесочка. Чип вроде офигенный, управляется, едет, так что можете себе каперной для курьерка и самый топ. Потому что на курьерке я катал около пяти часов. Даже странно, что я работал на этом сервере. Я же не работаю, только на бизнесе, на рулетках. Кручусь. Короче, летим мы сначала. А давайте сначала поедем на ЭГХ, поставим номер, а потом будем уже чинить нежку. А не чинить нежку, потом за номер. Давайте сегодня сделаем все наоборот. Поэтому едем на ЭГХ. Значит, мы приехали на, как бы, ЭГХ. И что мы будем сейчас делать? Есть у меня такие номера, как 008. 008 у меня стоят на Hellcate. Такой в тонировочке, прям вообще демон. Ну, я Hellcate, наверное, пока что продавать не буду. А вот номер с него сниму, потому что 812, 008. Как-то там вместе связано. Короче, я вон сейчас прострет еще 500 тысяч в никуда. Номерных знаков. Так. Ой, здесь как приятно. Как много FPS в этой менюшке. Так-так-так-так-так-так. Hellcate на 812. Перенос номера. Конечно, там не стоял хер 812-77. С одной стороны, типа, бери, езди и не парися вообще. Но не хочу. И теперь у нас Hellcate на номере хер 812-77. Сзади будет получше видно. Не знаю, можете его потом продам, когда мне понадобятся деньги. Он, в принципе, один владелец. Full FT. Как бы за ляму 8, 8,5-9. Я думаю, может улететь. Как бы. А 124 я уже продал, да. Когда мы снимали номер симпалы, я 124 продал. За 2,9. В принципе, фера у нас такая. Тебе вообще очень по-богатому смотрится. А 0877. Конечно, было бы прикольно. И себя 812 все-таки нашел. Пацан хотел за этот номер буквально 3 ляма. Что-то такое. Ладно. Ну и теперь осталось самое сложное. Что вам приходит на ум при слове Ferrari? Ну, сразу автомобиль. Спортивный, итальянский. Как бы в красном цвете. Вот реально, Ferrari увидит в другом цвете. Это очень сложно. Ну, как не сложно. Просто сразу у всех ассоциация. Красный цвет, значит Ferrari. И 812 SuperFast в красном цвете мне капец как нравится. Прям очень. Но Хазель и она останется в красном цвете. Потому что это заезженная тема. Плюс половина сервера катается на красном цвете. Половина сервера катается где-то на сером цвете. Ну и немножко катается на белом цвете. Ну, там еще голубые, фиолетовые, оранжевые, желтые и т.д. Вы знаете что? Мы приехали в ваш пацан. И давайте зайдем в доп. оборудование. Здесь ничего нет. Тонировочка норм. Цвет. Пошли поменяем цвет. Возможно. Или нет. Блин, здесь такой офигенный цвет. С таким вот красивым переломутром. Я думаю, его менять не буду. Но серая еще прикольная. 812. Если переломутр убрать, перо вот это красная. Она в сером цвете тоже смотрится прикольно. В черном. Главное, вот это, что я сейчас добавил, главное не купить. Например, черная Феррари. Смотрится как Бэтмобиль. Офигенная с оглой. Серая. Серая тоже неплохо. Но катается пол серого. Не хочу. Белая. Ну, белый цвет, мне кажется, ей вообще не идет. Ну, прям такое реально. Красный. Идеально. Оранжевый. Такое себе. Желтая. Еще. Ну, плюс-минус норм. Но зеленая вот эта. Это Unreal вообще. Синяя, кстати. Как California по типу. Есть же California в таком цвете. Ну, нет. Я видел такие, но нет. Фиолетовые, кстати. Вот такая вот прикольная. Ну, не такая. Где-то потемнее. Ну, типа что-то в ней есть. Но мне кажется, красный просто смотрится идеально. И самый прикол в том, что цвет материала интерьера смотрите на суппорта. Это суппорта красится. Я просто, когда узнал, так орать хотел. Так, подожди. Давай суппорта в розовый. Не, ну, это же стиль. Ну, да. Отменить работу. Главное не купить. Ладно. Красная Ferrari. Красные суппорта. Ладно. Не будем ничего портить. Не будем колхозить. Вот. Диски. Кстати, давайте посмотрим на диски. Эти вроде норм. Но я видел. Пацаны ставили на эту тачку другие. Блядь. 500 тысяч. И они, в принципе, подходили. Сейчас я их найду. И вам покажу. Но 500 тысяч за диски. Ёпта. 800. Ой, дорого что-то. Бля, вот эти прикольно смотрятся. Но сзади суппорта. Спереди прикольно смотрятся. Но сзади суппорта вылазят. Ну, типа, я видел. Вот эти диски ставят. Ну, вроде смотрятся тоже неплохо. Ну, бля, 600 тысяч на диске. Ну, прям такое реально. Ну, бля, ну такое, мне кажется. Без дисков прям самое то. Я не знаю, пацаны. Может, потом я переделаю. Не на серию. Чисто добавлю диски. Но. Блядь. Стоили-нибудь 1200. Я бы поставил. Так 600, что-то, если честно. Не хочется ставить. Как бы дорого. Я бы вот эти поставил. Если у них был бы какой-то побольше уэлит, я бы их поставил. Ну, реально, половина дисков не оптимизирована под эту Феррари. Потому что, ну, некоторые диски просто суппорт вылазят через диск. Короче, будет без дисков. Все. Зато мне жилье надо оплатить. А то буду с дисками, но без хаты. Да ладно, нормальные диски. Пусть они будут. Пусть будет больше значков Феррари, чтобы все знали, что у меня Феррари. Ну, как бы понты дороже денег, вы поняли, да? Все, давайте саундчек, как всегда. Ну да, эта замененка идет на Italy GTO, GTA 5. И у нее такой же звук, как, в принципе, и в жизни. Очень похож. Ну что, гонщик, догонялся, получается? Ну да. Ну а теперь давайте минутку информативности. Почему я взял именно 812? Почему я не взял Хурагана, не взял Писту, не взял Макларена? Знаешь что? Макларена я очень хотел. И почти на него накопил. Но потом увидел 812. И теперь я их хотел. Конечно, Макларен просто идеально рулится против 812. Но 812 тоже, как бы, в управлении не хухры-мухры, а нормально так. Некоторым автомобилям даст перекурить, как бы. Новая стоит 30 миллионов 500 тысяч. Продажа в ГОС 22 миллиона 875. И ФОТ на нее стоит 6 миллионов 748 тысяч. То есть, если ты будешь брать ее с салона, тебе она выйдет где-то в 37 миллионов 200 тысяч. Там даже больше, потому что в этом хелпере в ВК пишется немного меньше. Максимальная скорость 350 километров в час. Мест в багажнике 2. И самое главное, объем бака 92 литра. Понимаете, в Феррари 92 литра, в Кабане 100. Такое. Кстати, мы давно не смотрели в автомобилях салон. А, здесь 812 Феррари. Здесь же есть прикол. Вроде самая первая Феррари где-то появилась. Здесь есть, как бы, мониторчик у пассажира с отображением тахометра, спидометра и там что-то еще, да? И получается, когда мы разгоняемся, у него пишется тоже скорость, обороты. Это было близко. Не, салончик такой неплохой. Только у меня сейчас маска и у меня все мыльное. Да ладно. Да что так едешь? Даже с рулем захотелось поиграть. А, в принципе, что? Ну, у меня на этом все. Вот какой-то слышал. В принципе, больше с этой Феррари нету, что сделать на этом сервере. Кроме того, чтобы поставить диски, перекрасить и сменить чиповочку. Ну и номера, да. Тачка офигенная, едет бодро. Кушает мало. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Нажимай на лайкос. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Пиши в комментариях, была ли у тебя эта Феррари или нет. Я со стопроцентной вероятностью уверен, если у тебя много денег, то она у тебя была. Потому что это лучшая тачка до 35 миллионов. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Но с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.